Как известно, были приняты под вывеской ювенальных законов ряд норм, и вот одни из таких норм были посажены в уголовный кодекс, были выделены преступления, связанные с несовершеннолетними, и такие статьи, как, допустим, побои, они перекочевали из, побои, как известно, это причинение физической боли без вреда здоровью, ну, синяки там, допустим, или просто шлепок, или толчок и так далее, то есть то, что не вредит здоровью. Оно перекочевало, перенесли его, значит, правительство, депутаты, депутаты по требованию правительства из административных кодекса об административных правонарушениях в уголовный кодекс, и теперь за это грядет уголовная ответственность, и отдельной, значит, отягощающей частью было выделено именно совершенное в отношении несовершеннолетних. Поэтому на сегодняшний день множество родителей опасается, что если ребенок получил синяк, то, возможно, для него это может закончиться уголовной ответственностью. Ну, здесь нужно сказать, что должна быть доказана виновность в некоторой степени, чтобы родитель был просвещен, что если ребенок получил синяк не по вине родителя, и вдруг каким-то образом родителя будут преследовать там с правопринственных органов, то родитель имеет право защищаться и доказывать то, что этот синяк произошел в порядке несчастного случая, с горки ребенок упал, допустим, например, или с самоката и так далее. Поэтому, да, родителям теперь нужно быть в некоторой степени в правовом плане грамотными, информированными, знать, как себя вести, как поступать в случае, если что с ребенком происходит. Кроме того, также была введена в интересах несовершеннолетних детей норма, которая возлагает теперь ответственность на родителя за полную безопасность ребенка. То есть что-то, если с другой стороны, с этой стороны, то есть помимо умышленного вреда, даже если не умышленный вред ребенку причинен, родитель уже тоже несет ответственность, но несет уже гражданско-правовую ответственность, не уголовную, а именно с точки зрения выполнения родительских обязанностей. И здесь существует опасность того, что если с ребенком произошел какой-то несчастный случай, даже если нет вины родителя, то могут либо лишить, либо ограничить родительских правах. Вот такие два фактора опасности принесли родителям ювенальный закон. Хотя казалось бы, что законы в интересах детей, они должны защищать семью в целом, извне, потому что основная масса преступлений против семьи происходит на улицах, и вот именно за пределами дома. Но, к сожалению, те, кто принимал законы, смотрят по-иному. И я хочу отметить...